Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы снова рады приветствовать вас на нашей передаче, на которой продолжаем отвечать на вопросы, поступающие от самой активной части нашей аудитории. Как и обычно, хочется начать нашу с вами краткую телевизионную встречу со слов благодарности всем тем, кто продолжает присылать свои замечательные вопросы на адрес нашей студии. Хочется надеяться, что и в дальнейшем интерес к тем тематикам, которые мы поднимаем в рамках наших с вами встреч, не будет ослабевать. День Святой Пятидесятницы является днем рождения Церкви. Как известно, в этот день Господь по своему обетованию послал Духа Святого на избранных своих учеников, которые собрались в Иерусалиме в так называемой Сионской горнице. С этого момента святые апостолы, о которых мы знаем на последних страницах Евангелия, были людьми несколько трусливыми, стали действительно могучими проповедниками Иисуса Христа. И первым человеком, который обратился к собравшимся иудеям, был святой апостол Петр, а являющийся одним из первоверховных апостолов, проповедником, могучим титаном Духа. Следующее воскресенье после Дня Святой Пятидесятницы посвящено воспоминанию всех святых Божиих. Когда мы с вами слышим слово «святой», то, безусловно, всегда задумываемся над самим понятием святости. Когда мы слышим это слово, то прежде всего у нас возникает ассоциация с неким сверхчеловеком, существом, которое как бы выбивается из самой стихии этого мира, несколько превосходит его. И поэтому само понятие святости, оно как бы выключено из нашего с вами сознания. Мы считаем, что греховный образ жизни является более естественным для нас, падших людей. Но на самом деле, читая первые страницы книги Бытия, читая Святое Слово Божие, Евангелие, мы с вами познаем, что, согласно с апостолом Павлом, сия есть воля Божия святость наша. Святость не является неким экстраординарным состоянием человека, а состоянием более естественным в то время, как греховность есть состояние противоестественное. Господь сотворил человека для святости, для того, чтобы он, совершенствуясь в послушании воли Божией, превосходил от силы в силу и становился богоподобным, достигая того, чем Бог является по своей сущности и становясь равным Богу по божественной благодати и его любви. Но, к сожалению, человек пал, и поэтому то свойство, которое было естественным для первозданного человека, было ему трачено. И впоследствии лишь великой аскезии в борьбе со страстями нужно было пробиваться сквозь толщу этой самой человеческой плоти и притяжение земли, чтобы достичь действительно богоподобия. Так вот, все святые Божии — это люди, которые являются настоящими и подлинными людьми, такими, какими их задумал Господь. Они максимально сумели локализовать стремление плоти и притяжение земли и смогли очистить себя максимально для того, чтобы стать действительно храмами Духа Святого. Все мы с вами носим имена этих великих титанов Духа, святых Божиих, которые являются нашими молитвенниками и ходатами пред престолом Божиим. Ко всему прочему, наверное, все люди, которые имеют семьи, воспитывают детей и испытывают трудности в этом нелегком делании, обращались ко всевозможным примерам, примерам достойным, когда видели, что из семьи то или иной выходят достойные люди, получающие хорошее образование, имеющие способности и вместе с тем являющиеся порядочными, честными людьми. А если они рождаются в христианских семьях, то достойными носителями имени Господа Иисуса Христа. И вот, наверное, все стремились узнать у родителей о тех способах, которыми они сумели достичь таких великолепных результатов. Нашей всеобщей Матерью является Святая Церковь. И когда мы обращаемся к жизнеописаниям святых, мы вместе с тем воздаем слова благодарности и Общей Матери Святой Церкви Православной, которая смогла воспитать в своих недрах таких великих чад Божиих. Когда мы с вами прибегаем к опыту святых Божиих, то прежде всего обращаемся и к тому опыту воспитания, которым обладает Святая Православная Церковь. И не случайно именно в первое воскресенье, после Дня Сошествия Святого Духа, она предлагает нам на память этих своих чад Божиих, как бы через это являя и свою собственную опытность, и вместе с тем являя истинность своего учения и непреложность пути, по которому она ведет каждого человека, желающего достичь Небесного Царствия. Огромнейшее количество людей находится в поиске. Они обращаются ко всевозможным даже оккультным учениям, к восточным учениям, прибегают ко всевозможным другим мистическим философиям, желая найти путь жизни. Но на самом деле этот путь открыт, и он открыт уже более двух тысяч лет. И имя ему Святая Церковь. Входя в нее, человек действительно обретает настоящий, правильный, не кривой, но прямой путь в Небесное Царствие. И самое необходимое, что нужно для формирования личности, это прежде всего послушание. Эта великая добродетель помогает людям приобретать образование, быть усидчивыми, и вместе с тем помогает предостеречь их от всевозможных жизненных ошибок. Коль многое количество людей могло бы избежать всевозможных заблуждений, если бы они внимали советам старших, и в частности родителей. Но, к сожалению, мы живем во время, когда родительский авторитет, авторитет старших, все более и более попирается. На арену, как учители народа, выходят всевозможные люди, которых нам демонстрируют с экранов телевизоров, из всевозможных глянцевых обложек. Они являются властителями умов. Но вместе с тем, таковые люди, которые подпадают под их влияние, являются не более чем марионетками, которыми манипулируют. Всем нам с вами известно, что такое мода. Нет ничего менее неустойчивого, чем это стремление человека следовать всевозможным новым направлениям. И вот они чаще всего как раз-таки и культивируются с экранов телевизоров через людей знаменитых, которым преклоняется особенно молодой человек, не обретший опыта жизни и вместе с тем, не приобретший критического взгляда на мир. Поэтому именно в сегодняшний день, когда мы вспоминаем память всех святых, Святая Церковь снова показывает нам, кто является действительно подлинной матерью, способной уберечь, как птица своих птенцов под своими великими крыльями, под благодатным покровом и вместе с тем в собрании верующих, где совершается общая молитва, о которой сказал Господь, где двое или трое собраны во имя Мое там Я посреди них, и вместе с тем величайшие христианские таинства, таинства Святой Евхаристии и покаяния. Через все это она ведет уже две тысячи лет своих сынов, и что демонстрирует в день всех святых Божиих. Сон святых многолик и многообразен. Он охватывает практически все сферы человеческой жизни и потребностей. Мы знаем, что в сонме святых есть святые мученики, люди, которые, презрев физическое тяготение земли и вместе с тем закон самосохранения ради имени Божия предавали себя добровольно порой на всевозможные муки и истязания. Читая об их жизнеописаниях, иногда содрогаешься о том великом мужестве, которое имели эти люди. Среди них были не только мужчины, которым, собственно, по самому наименованию свойственно терпение и вместе с тем храбрость, но и женщины, казалось бы, существа хрупкие и подверженные всевозможным веянием, но и они явили ту самую мужественность, несвойственную для их естества. Среди мучеников вместе с тем есть и дети, которые, несмотря на свое малолетство, смогли доказать, что и они являются чадами Божьими и вместе с тем способны наравне со взрослыми людьми претерпевать муки. Среди сонма святых есть и преподобные. Это люди, которые уходили из цивилизации иногда в глухие дебри, леса и пустыни для того, чтобы там в тишине и в уединении суметь преодолеть страстные порывы и вместе с тем очистить себя как образ и подобие Божие и создать из себя действительно храм Духа Святого. Среди святых Божиих мы имеем и праведников, то есть людей, которые жили среди мира, были и Христа радиеродиевые, которые, отвергая как бы все мирское и обыкновенное течение жизни, противопоставляли себя всему миру, являя некое новое начало, выражающееся для обыкновенного человеческого взгляда и размышления как некое сумасшествие. То есть они были юродивыми ради Христа, презирая законы этого греховного, тяготящегося землей мира. Среди святых Божиих были и люди, занимающие высокое звание. Это цари, патриархи, епископы, все люди, которых Господь поставил быть светильниками для этого мира, поставив их на высокую степень служения. Но еще большее, бесчисленное количество святых Божиих нами неизвестных. Это обыкновенные люди, которых святая Церковь не прославила в лиге святых, но которые имеют великое ходатайство пред престолом Божиим и вместе с тем смогли действительно спасти свою душу и стать угодниками Господними. Всех их в этот день Святая Церковь предлагает нам для почитания и поклонения. Всех вас я поздравляю с именинами, так как именно в этот день мы снова празднуем память всех святых, имена которых носим. На этом наша передача окончена. Я всех вас еще раз благодарю за замечательные вопросы, поступающие на адрес нашей студии. Всего вам доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин